Добрый день! Сегодня мы поговорим о голосоведении при чтении оркестровых партитур. Когда мы сталкиваемся с процессом переложения в реальном времени оркестровой партитуры в партию клавира, то есть играем партитуру на рояле, то одна из ключевых проблем, которая возникает при обучении в этой дисциплине, это распределение и перераспределение тех или иных инструментальных линий. Одна из основных проблем, с которой сталкиваются студенты на начальном этапе обучения дисциплине, эта проблема может быть описана следующим образом. То есть та или иная инструментальная линия, будь то линия кларнета или линия первых скрипок, к примеру, строго закрепляются студентам за той или иной рукой при исполнении этого на фортепиано. При этом студент совершенно забывает одну простую истину. То, что если симфонический оркестр это политембровый, полихромный коллектив, где линия действительно выдерживается у одного инструмента в связи с тем, что это окрашивает линию в специфический тембр, то при игре на фортепиано, на рояле, который абсолютно монохромный, этих проблем возникнуть не может. Поэтому любая линия может быть спокойно распределена между правой и левой рукой при исполнении. Более того, я считаю, что подобное распределение необходимо сознательно культивировать. И начинать это с игры струнных квартетов. Линия первой скрипки и виолончели, как правило, будет исполняться действительно правой и левой рукой соответственно. А вот средние голоса, прежде всего это будет касаться партии альта, будет всё время переходить из левой в правую руку. И в данном случае имеет место помечать прямо в ксерокопии партитуры штрихами, где это будет играться правой рукой, а где левой. На самом раннем этапе обучения я бы даже рекомендовал в тех случаях, когда эта линия может быть исполнена без переноса постоянного её из левой в правую руку, культивировать этот перенос сознательно. То есть осуществлять его даже там, где в нём нету прямой необходимости. Так можно наработать важный очень навык, навык адаптации средних голосов к их перераспределению между правой и левой рукой. Иногда для этого линию средних голосов придётся разрывать, иногда даже разрывать на октаву, если и в данном случае у нас правые и левые руки, исходя из специфики нотного текста, находятся на достаточно большом расстоянии. Тем не менее, подчас лучше разрывать среднюю линию, чем пытаться дотянуться до какого-то из голосов задействуя нечеловеческие интервалы, как это чаще всего можно встретить в игре по чтению партитур студентов, которые ещё не прошли курс адаптации к вот этой обозначенной мной сегодня проблеме. На самом деле это очень серьёзная проблема. Если в камерной музыке она стоит не так остро, то при чтении крупных партитур она иногда обостряется до предела. И мне кажется, что с самого-самого начального этапа обучения чтению партитур нужно делать ставку на вот это умение. Умение распределять те или иные линии между руками, сознательно нарушая привязку, которая существует в головах у студентов, между строчкой в партитуре и строкой, ассоциирующейся у них с правой или левой рукой. Неплохим средством здесь является и демонстрация в самих фортепианных нотах умелого распределения между руками единой мелодической линии, которую мы можем встретить в значительном количестве известных произведений фортепианной литературы. Подобный анализ и демонстрация на рояле также способствуют усвоению данной темы учеником. Советую обращать на эту проблему свое внимание, работать над ней, и тогда можно будет достичь в чтении партитур значительно более высоких результатов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!